Двумерные задачи. Тут есть две вещи. Во-первых, некоторые сами задачи, а во-вторых, решение. Метод решения. Метод решения, самый простой из тех, которые можно по-разному решать, но самый простой метод, это подсчет числа оборотов. Давайте, прежде чем рассказывать задачи, я расскажу, что это подсчет числа оборотов. Вот, допустим, что у нас по полю, там дверь, я не знаю, едет машина или там как-то она ездит, сложным образом, но в конце концов, делает цикл. А у нас имеется какой-то товарищ, который наблюдатель. Вот эта машина, а это наблюдатель. И наблюдатель смотрит в направлении машины. Но он видит, что угол как-то меняется. Значит, если машина сначала, ну давайте я рисую отдельно, машина сначала была здесь, а потом она была здесь, то он мог, то он говорит, что машина повернулась на угол фи. Спрашивается, значит, если зависит цикл, насколько могла повернуться машина. Она вернулась в исходную точку, поэтому как бы она повернулась на угол ноль. Правильно это или нет? Ну, с одной стороны, правильно, конечно, потому что, ну, просто, ну, два луча одинаковые. Но тут есть, тут есть нюанс. А именно, значит, если у нас машина, допустим, ехала вот так как-то, а наблюдатель стоял здесь, то он смотрит, ну, за первый момент, например, ну, фонду, 20 градусов, потом еще на сколько-то. Если мы все эти углы поворота сложим, то получим что? Не ноль, а? Ну, те, кто считает в радианах, получат 2π, а те, кто считает в градусах, получат 360 градусов. А может ли так случиться, что один наблюдатель не считает не 360 градусов, а больше? Может, ну, ясное дело, что, по словам, она должна вернуться в одну и ту же точку, то этот луч должен тоже вернуться, сделать какой-то, ну, он не может сделать там 360 от 1 градусов, потому что 36 от 1 градусов, он начнет не вернуться в скрутную точку. Но может ли он все-таки быть больше, чем 360? Да. Да, вполне, потому что там может быть большее группу. Да, ну, сколько может сделать вот? Если мы сложим все эти углы, кроме 360, сколько может получиться? Все кратное, ну, с этим же плюсом. Да, ну. Значит, позже случится, что он законстатирует, что машина сделает два оборота. Например, она была вот так вот, как-то, а потом она вот, значит, вот так вот ехала, 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 и она сделала два оборота. Вот это наблюдатель, а вот машина. Понятно? Понятно, как считать число оборотов? Да. Ну, давайте потренируемся. Вот у нас есть картинка. Можешь вопрос? Да. Что будет, если наблюдатель будет за пределом рекламе или красным? Прекрасный вопрос. Пусть у нас машина едет вот так, а наблюдатель, не решаясь подойти к ней, стоит где-то далеко и смотрит, как она ездит. Что тогда будет, как вы думаете? Какие есть мнения? Да. Можешь. Прекрасный вопрос. Что если машина едет сначала сюда, вот она ехала, допустим, вот так, а потом она поехала обратно, то вот эти углы поворота мы считаем как положительные, а когда она едет обратно, то мы, естественно, должны считать как отрицательные, чтобы правильно все учитывать. Значит, если мы будем в этом случае, сначала она будет так немножко, вот стоит здесь, нужно знать, она будет так немного холебаться вокруг этой точки. Но ясно, что оборота она не сделает, а все колебания в ту сторону и в другую сократятся. То есть вот вокруг этой точки она сделает ноль оборотов. Ну хорошо. Значит, где здесь, например, вокруг этой точки она столько и сделает оборотов? Давайте я сейчас буду называть точки, а машина вот там все время ездит вот по этой картиночке, вот так, я уже нарисовал, пусть так и будет. Вот и так, 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 так. И в конце концов возвращается сюда. Ну, начнем. Если вокруг этой точки сколько она сделает оборотов? Ноль. Ноль, конечно. А вокруг, допустим, этой точки? Ну, вокруг этой, вот вокруг этой сколько? Тоже ноль, потому что она все время где-то так сверху. А вокруг этой? Один. А как вы объяснили, почему один? Она так сложно как-то ездит. Если посмотреть с того, как вниз, то в том, как доехо. Значит, она вот в этой части, она как бы, как бы, как бы, это все обнижает эту нашу крючку. А здесь она, значит, как-то там колеблется туда-сюда, но эти колебания все взаимно сокращаются, потому что, ну, она, как, вот она все время находится вот в этой верхней, сверху этой точке. Здесь будет один. Здесь один. Ну, а скажем, здесь сколько? Ну, один. Тоже один. Почему? Ну, потому что, представьте, если наблюдать медленно двигаем наблюдатели отсюда-сюда. Ясное дело, что углы меняются тоже непрорывно. Ну, от малого изменения положения наблюдателя, это мало чего изменится, но чуть-чуть изменится. Но, а с другой стороны, суммарный угол, он может быть скрасит сухой численности. Поэтому, он не может измениться, пока мы передвигаемся сюда. Поэтому, во всей этой области будет один. Вот, понятно, это рассуждение с малым изменением, или непонятно? Ну, давайте еще раз так сказать. Угол поворота это некоторая вещь, которая мало меняется, если мы чуть-чуть сбегаем наблюдателя. Ну, потому что, если наблюдатель чуть-чуть только скрыгнулся, то все направления, ну, почти одинаковые. То есть, углы, конечно, чуть-чуть изменятся, но только на чуть-чуть. Но, с другой стороны, так, обязательно этот угол общий должен быть кратен. Поэтому, если он мало изменился, ну, если вам разрешено мало меняться, но обязательно нужно оставаться кратным. У вас никакой свободы реально нету. Вы не можете сразу снижать 720, потому что надо меняться и вы не можете чуть-чуть измениться, потому что нужно оставаться кратным. Так что, здесь будет один. А, скажем, вот здесь, если наблюдатель здесь, то что будет? В этом месте. Тоже один, а вернее, на самом деле, минус один, правильно сказать. Потому что здесь у нас машина едет в эту сторону. Мы уже договорились, что мы в углу изменения, если мы в эту сторону считаем за альфа, то в эту сторону мы должны считать за минус альфа. Поэтому, ну, это, конечно, условно выбрали направление, но если уж мы договорились в этом направлении, то вот движение по этой части это движение в обратную сторону, поэтому здесь будет минус. Да, ну, хорошо, давайте вернемся к этому. Здесь у нас будет один. Почему? Это правильно, но как это объяснить? Посмотрим вверх. Посмотрим вверх. Чего мы увидим? Что мы увидим? Только один путь, только внимание к этому, сверху. А для брох, надо... Да. Значит, мы только один раз вот здесь мы смотрим вверх, один раз мы смотрим вверх. Ну, и, соответственно, на каждом обороте мы должны пересекать по разу. Ну, мы, в принципе, можно считать, сколько раз – вылезли туда, и сколько раз – пересекли обратно. Это называется степень отображения. Но здесь только один раз мы пересекли, значит ничего получается отсюда. Хорошо. Кто чувствует себя в силах про любую точку сказать, сколько там оборотов? Мы уже знаем, что внутри каждой области это какое-то определенное число. От изменения положения наблюдателей внутри области ничего не изменится. Поэтому в каждой области нужно одно число написать. Ну давайте, пишите. По-моему, один или другой. Сейчас, давайте более простого. Вот здесь, например, сколько? А вот здесь, по-моему, в какую сторону смотрят? Нет, наблюдатель смотрит в сторону машины, а считается так, что когда поворачивается сюда положительный поворот, а когда поворачивается сюда, то отрицательный. Здесь движение по кривой показано стрелочкой. Тут один получается? Минус. Один или минус один? Минус один. Почему минус один? Минус один? Просто же один, а ваша какого? А, да. В этом месте он вращается против часовой сделки. То есть здесь вот отрицательный. В смысле, по часовой сделке. То есть в этом направлении. Это считается отрицательным. Ну а здесь вот там трепыхается, но далеко в этой области, поэтому это не должно влиять на число поворотов. То есть здесь должно получаться минус один. А здесь, кстати, ноль. Ну да, потому что не система еще. Потому что здесь, ну он все время смотрит там направо, ну и вообще потому что он в той же области уже мы говорили. Хорошо, давайте еще что-нибудь попробуем простое сказать. Вот здесь сколько раз? Тут уже получается поиск партнер, но получается здесь ноль. Здесь ноль. Правильно это? Вот в этой, давайте я напишу, вот в этой области, только вы загораживаете картинку. Значит вот в этой области говорят ноль. Это правильно или нет? Неправильно? А сколько, если неправильно? Что, народ запутался? Да. Это правильно? Потому что ушел от 30 сейчас в одну сторону или в другую сторону? Да. Противоположно это получается. То есть вот по этому участку и по этому участку, как говорится, будет противоположно. Ну хорошо, давайте поверим пока в это. У нас, скажем, есть разные загадочные точки. Вот здесь, например, сколько? нет, в общем, зад, в этот участок, только отойти вы загораживаете. Этот участок, вот этот, мы как бы делаем почти что, вот на этом участке, мы делаем один оборот. отрицательную сторону. Уже это дает минус 1. Спрашивается, что за остальная картинка? Но если бы это не было, если бы прямо отсюда пошли вот сюда, то уже был бы минус 1, просто за счет всего остального. Значит, здесь получится минус 2. Здесь получится минус 2. А здесь сколько? Тут минус 1, потому что это в той же, то, что называется, связанной компоненте, но в той же области. Здесь минус 1. Хорошо. Значит, есть разные места. Здесь сколько? Только не загораживайте картинку, если вы не в плечи отойдете, то... Вот в этой области сколько должно быть? Молодец. Есть какой-то... Ну... А, ну, по сути... Ну, это... Потому что тут, опять же, вот ситуация как здесь выходит. Сейчас... Где-нибудь противоположное... Вот здесь... Вот здесь говорят ноль. Правильно это? Да. Правильно. Ладно, но если народ одобряет, давайте поставим ноль. Ну чего, осталось еще 3 суперсложные области. Вот эти две и вот эта маленькая, я вообще не пойму, что происходит. За 4. Чего? Где 4? Где 4? Где 4? Нет. А, еще есть маленькая вот здесь. Сейчас, ну чего, есть у кого-то, но это сложное место. Есть у кого-то какие-то идеи, как это делать? Так, ну давайте, расскажите, в чем ваш план. Ну, можно взять любую точку в области. Можно взять любую точку в области. И провести луч из нее. И провести луч из нее. Вот, а дальше посмотреть на количество пересечений. Ну, стрелочек, которые пересекают. А, то есть нам на самом деле достаточно знать... Вот очень мудро вы говорите. Нам достаточно знать, что происходит. То есть наш мудро, на самом деле, если ему лей все время вертеть головой, то он может установить свой бинокль и смотреть в одну сторону. И смотреть, что... Иногда он видит, что машина пересекает поле зрения в одну сторону, иногда в другую. И что он должен сделать с этим? Ну, и потом, если стрелочка идет против числа, то... То есть каждый поворот в эту сторону, он должен считать за один оборот туда. А поворот в эту сторону должен считать за один оборот обратно. Да. Ну, просу, у него минус один в итоге, потому что она... Сейчас. Где будет минус один в какой области? Здесь. Вот здесь. Ну, давайте проведем, вот как оно случится, сюда. А, ну, тогда он здесь, получается, проедет против... Здесь он проедет в положительном направлении. А здесь... А здесь проедет в отрицательном направлении. Здесь будет ноль. Да. Ну, давайте, значит, здесь. Ну, может, здесь тут попроще прямой, вот, например, этого. Что здесь видно тогда? Два. Два. Почему? Потому что вот один раз, и вот он еще в эту же сторону едет. Здесь будет два. Теперь и здесь какую-нибудь прямую выберем. Один. Значит, это он пересекает в эту сторону, здесь в эту сторону, и здесь тоже в эту сторону. Значит, два раза плюс, один один плюс. Ну, и осталась только вот одна сложная точка. Заводит ноль. Потому что... Сейчас, Александр Александрович, при переходе от одной области в другую, связанной по пуску границы, мы меняем значение количества норовых на единицу ровно. И плюс или минус. Да, сейчас. Мы, когда мы еще вернемся к этому замечанию... Сейчас, давай посчитаем по старому способу пока. Вот так возьмем. Значит, мы один раз пересекли в отрицательном направлении, а здесь пересекли тоже в отрицательном направлении. Сейчас. Ну, чего, народ? Понятно, как нам нарисовали картинку? Почему? И что эта картинка правильная? Кто считает, что он понял, как такие картинки рисовать? Да. Хорошо. Ну, тогда мы можем пытаться сесть обратно, но проникнуть. Мы смотрим. А кто понял, что сказал Коля? Он что-то такое сказал, очень ученое, кратко. Может кто-нибудь сможет повторить это еще раз громко, отчетливо и подробно. Да, давайте. Ну, если у двух областей есть одна общая сторона? Если имеются две области, разделенные, ну, вот, с куском траектории. Вот здесь и здесь. То есть что? То количество оборотов, которые сочетает человек, стоящий в этих областях. Значит, здесь наблюдатель посчитает, сколько оборотов, и здесь сколько оборотов. И эти количества... Будут отличаться на один. Будут отличаться на один. Да. А на один или, ну, в какую сторону? Как узнать? Вот здесь, например. Где, какой из них будет больше на один, а какой меньше на один? Вот на этой картинке. А нужно еще посмотреть что-то. Ну вот, допустим, на этом участке мы движемся сверху вниз. Правильно вы говорите, что будет отличаться на один? Но где будет больше на один, а где меньше? Да. Можно из двух точек провести две прорежные дни, два луча и посмотреть что-нибудь происходит. Да. Проведем. На самом деле даже лучше провести как бы почти один луч, чтобы в остальных местах было так же. Посмотрим вот такой луч и такой луч. Ну да, и в одного в данном случае получится минус три. То есть у этого луча будет еще одно... Ну, здесь они в одинак не встроены. А здесь будет еще одно дополнительное пересечение. Да. Значит, и мораль такая, что у кого будет больше? Больше у правого. У того, кто... У правого будет больше на один. На один. А здесь, значит, здесь n, а здесь n плюс 1. Около каждой... Около каждой... Около каждой... Около каждой... У нас изменяется один. Около каждой... av med. Продолжение следует...